Приветствую тебя, Галактика! 14 серия третьего сезона Повстанцев под названием Испытание Темного Меча, по моему мнению, заслуживает отдельного внимания и видео сразу по нескольким причинам. Если вы еще не смотрели новую серию, то настоятельно рекомендую вам это сделать до просмотра видео. Ну а если уже посмотрели, то давайте разберемся, почему же она так важна. Главный персонаж серии – Сабин. Она должна принять на себя бремя лидерства своим кланам и всем мандалорским народам, сделав невозможное, нарушив древнюю традицию, по которой мандалорцы всегда принимали сторону различных империй и темной стороны силы. Те, кто помнит Старую Республику, знают, что мандалорцы всегда вставали против джедаев. Апогеем противостояния Ордена Защитников Мира и Войнов Мандалора стали Мандалорские Войны, которые, как и вся Старая Республика, какой мы ее знали, до выхода 14 серии была не каноном. Но одна короткая фраза Кейнана Джаруса вернула важнейший и интереснейший эпизод Старой Республики обратно в канон. Мандалорские Войны – это катализатор множества важных событий, которые, как и сами Мандалорские Войны, поменяли лик далекой-далекой галактики и из которых вышли главные персонажи того периода. Без Мандалорских Войн не было бы Ревана, Малака, Дарта Нихилуса, Дарта Трея и Митры Сурик. Эти персонажи все еще находятся за пределами канона, но я верю, что вот-вот мы их там увидим. И первым из них будет, конечно же, Реван. Кстати, уже давно известно, что Реван должен был появиться еще в сериале Война Клонов, но сцена с ним так и не дожила до релиза. До вчерашнего дня мы видели только пару рисунков Ревана и комментарии к ним от создателя Войн Клонов и Повстанцев Дэйва Филони. А теперь в сети появилась и заготовка той серии, где Дарт Реван в абсолютно таком же одеянии, как и в старом добром первом Которе и Дарт Бэйн в своей арбалисковой броне наставляют сына небожителя, рассказывая ему о важности Энакина Скайуокера. В новой серии также упоминается первый джедай-мандалорец Тар Визла, который и создал Темный Световой Меч, позже ставший символом власти и страха в клане Визла и у всех мандалорцев. Но и в самом конце серии мы видим мощнейшую с эмоциональной точки зрения сцену, где Сабин рассказывает о том, почему она ушла из клана, в котором ее считают предателем. Мне она по уровню драматизма и напряжения напомнила концовку третьего эпизода. Ну и традиционно задам вам пару вопросов, а вы на них ответьте в комментариях. Как вам серия и верите ли вы в возвращение важнейших событий персонажей Старой Республики в канон в ближайшем будущем? Кстати, каждый ваш лайк и коммент очень помогут мне в развитии канала. Спасибо за просмотр и да послужит вам сила!